Таня 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 С детских лет стать взрослыми спешили мы, Торопили школьные года. Для того, чтобы детство в дом рожили мы, надо с ним расстаться навсегда. Для того, чтобы детство в дом рожили мы, надо с ним расстаться навсегда. Вспоминаю прошлое старательно И тревожный, думаю, утомлюсь Расставаясь детством окончательно Может, и с тобой я расстаюсь Расставаясь детством окончательно Может, и с тобой я расстаюсь Не понимаю, почему на завод? Ты же пишешь стихи, тебе на литфак нужно В юности все грешат стихами Это как корь Нужно переболеть и забыть И уедешь? А разве в Ленинграде мало завода? Нет, отсюда мне уезжать нельзя Я должен каждый день видеть Белые ночи, набережную Такую, как ты, Таня Только и любить А я уже полюбилась, Степа Федю? Ну что ж Он парень добрый Веселый Очень А думаешь, я хуже, да? Скучный Степа Степа Сумасшедший Сумасшедший Ну? Ну что ну? Я бы тебе сказала честно Как лучшему другу Когда девушка предлагает дружбу Значит Пиши пропало О, поздно, побегу Не злись Ладно? До свидания До свидания До свидания А хорошо мечтается в свежее утро? Соня Никак не могу поверить, Степа Что кончилось детство Да, и пришло время задуматься о будущем А я уже одну арифметическую задачку решаю Что лучше, пять или десять? В каком смысле? А в таком Вот ты учишься в институте, пять лет Приобретаешь специальность Но теоретически А завтра приходишь на завод И пока станешь настоящим инженером Надо прибавить еще пять лет практической работы Так не лучше ли наоборот, а? Слушай, я же так и решил Идти работать на завод и учиться в вечернем институте И выиграешь пять лет Спасибо, поддержала Обрадовала Обрадовала, пляши Я не пляшу Плясал, не признаю Плясал Один раз в жизни И только для одного человека И никого свидетелей при этом не было Во всяком случае, не должно было быть Подглядывала Скажи, да? Подглядывала Ты слишком мнишь о себе и зря Подумаешь только и Света в окошке, что Степа Огурцов Другое дело Федя Морозов Соня Я никогда не думал, что ты можешь быть такой грубой Степа Послушай свою тетю Плюнь ты на этот билет, оставайся Ой, прости, чуть не опоздали Были на дневном спектакле Онегина Нет, Степа, из одного Кировского театра я бы ни за что никуда не уезжала А я одобряю, если хочешь, завидуй Вы бы поцеловались, на вокзале полагается А я разве не друг? Ты там хоть целоваться научись Ой, ну будь счастлив Я никогда не предполагала, что Степа окажется таким слабобой Разве бросит родной город во имя намеченной цели? Ну постой, побереги свой пафос для собрания А если о намеченной цели То он поехал не к ней, а уехал от нее Не себя ли ты имеешь в виду? Что ты, что ты? Буминги, фантены, кровная Как же можно, Таня, такой смеивать своего товарища? А я не Степа, тебя Твои прописи, газетную речь Разговариваешь со мной в самом деле, как на митинге Противно Транечка Прости Прости Соня? Да, Соня Смотри Да, смотри Как же ты сюда попала? Как все, купила билет Понятно А что тебе понятно, Степа? Да только одно Еще не уехал, уже скучаю А ты пока не поздно соскачи с поезда Ничего от этого не изменится Попробуй Может быть именно этим ты тронешь ее душу Ну, прощай Как так, у тебя же билет До первой остановки Да? Хотела проявить чуткость, как товарищ, прощай Таня Ошибаешься, меня зовут Соня Да Простите Таня Танечка Давай договоримся Больше никогда Никогда не ссорим А знаешь, я сегодня поняла, что иногда полезно по Соня Верно Поругались А через минуты тебя уже искал Не представляешь, как случалось А я даже чуть не разревелась Так захотелось сразу Сейчас Ну Ребята, гляди, целуюсь Целуешься на улице? Еще днем А что? Что особенного? Сумасшедший Сумасшедший Таня Ну, как тебе не стыдно? Как так можно? А чего нам скрывать? Как чего скрывать? Все равно твоя мама обо всем догадывается Ты с ума сошел Ты что и говорил? Ничего Но она на меня посмотрела И сразу все поняла Боюсь, что и для твоей мамы Это уже не секрет Да? Вот и хорошо Сумасшедший Таня Сумасшедший Сумасшедший Здравствуй, дорогая Таня Узнал только вчера Я, поэтому запоздал Сумасшедший Извини От души поздравляю тебя и Федю Желаю счастливой Желаю молодоженам счастливой семейной жизни Вот уже два года Вот уже почти два года Работаю на заводе Но никогда не забуду первый день Встретили меня как родного Сразу же Не поверишь Направили в Столевары Кругом Искры Огонь А мне совсем Не страшно было Степа, перестань Ебогу Уснуть не мав Че ты там? И пером скрипишь Че ты там пишешь, а? Чего-чего Статью Стенгазет Учусь в вечернем институте Как видишь, от вас не отстаю Вы на второй курс И я туда же Работаю, учусь И усталости даже не замечаю Да, не хочу скрывать Познакомился тут с одной девушкой Такой же черт, как и ты Красивая И даже умная Живу в отдельной шикарной комнате Уже успел приобрести мебель Книги И даже коврик Говорят, узбекский Так что ничуть не жалею Что уехал из Ленинграда Ленинград Ну вот, пожалуй, и все Кланяйся твоему супругу Смешно звучит супруг Супруг берет в кавычки Почему, нахак какой А вот почему, читай То был просто Федька-Редька А сейчас супруг А, тогда другое дело Он так и пишет, шучу Шучу, конечно Ему сердечный привет Тебе привет Вижу Еще раз желаю вам счастья Ой, автобус, побежали Ну, что ли? А, черт А дальше? А дальше все Ну-ка дай на секунду А еще жму руку Степа Разреши на секунду На А все-таки он нахал Ей даже привета не написал Не надо об этом Я же молчу Не, что не говори А Степка молочина Смотри, как шагает И квартира у него есть И с работы хорошо Неужели ты ничего не понимаешь? Да он же врет Врет Здесь все придумано И квартиры у него нет И с работы не ладится И никакой девушки у него нет Понимаешь, нет Федя Федя, автобус Федю, пошли Ну-ну-ну Ну-ну-ну Ну вот Ну вот с тобой С тобой всегда Нет, попробуй кому-нибудь рассказать Ведь засмеют и не поверят Дочь вышла замуж Не сказав родителям ни слова Мамочка А у нас только о разводах принято в газетах сообщать Глупо Мамочка Мамочка, ну что ты от меня хочешь Я всю ночь не спала Готовилась к экзаменам И сейчас очень волнуюсь И потом Что собственно произошло? Ничего особенного Только я тебе, Танечка, не желаю Чтобы на старости лет Твоя дочь так с тобой обошлась Ну хорошо, хорошо Пусть я не права Что ж теперь делать? Спросить прощения или уходить? Думать не только о себе Вот что И возлюбить ближнего, как самого себя, да? Эх, Таня, Таня Что Таня? Где эта поклятая технология металлов? Технология металлов? Что же будет? Танечка Я по-прежнему с вами, мамочка Ничего не изменилось Ты мне лучше скажи, где эта технология металлов? Как же не изменилось? У тебя теперь муж А где же он? Где? Я спрашиваю, где твой муж, а? Да Как где? Со мной Ты здесь, а он? Пока у себя Ну что, что такое? Ну куда же девалась эта технология металлов? Когда же вы будете вместе? Ясно, когда-когда будет картинка А это и вам мало Это ваше А я хочу иметь свою Свою Легко сказать Вот она, вот она Верно Нет квартиры Пусть муж добивается А вы тоже придумали Звать его сюда на все готово Ну успокойся Только пойми Он не старше тебя И сам нуждается еще В поддержке и помощи Не хватало еще В институт опоздать Завтрак, завтра Завтрак, завтра Выпей кофе, Танечка Еще ничего Оставь меня Характера не хватает Чтобы ты поумнел Приезжайте и спать И часов пять Не меньше Что же вы родственников не узнаете? Ой, Николай Капитонович Простите, здравствуйте Добрый день Это машина Академика Веселова Да? Да Я у него шофер Догадываюсь А что же вы так редко Заходите к нам? Ведь в сущности Дорогой зять Мы с вами едва знакомы Смешно Скажите Вы случайно оказались У дома Веселова? Нет, специально Вас искал Почему? Что-нибудь случилось? Что-нибудь с Таней? С Таней? А что с Таней? А, понимаю Это Таня узнала Что я работаю шофером И возмущена А почему она должна быть возмущена? Ну? Стыдится, наверное А почему вы, собственно Так боитесь Таню? Ну, просто я ее очень люблю И не хочу огорчать Это очень хорошо Да ну нельзя же потакать Всем ее капризом Нет Тане нужен не такой муж Почему, Николай? Почему, почему? Вам надо знать, молодой человек Что основной ее враг Эгоизм Федя Здрасте, Лена Семеновна Как хорошо, проходите, пожалуйста Так, пожалуйста А, спасибо Раздевайтесь Как жаль, что Таней нет У Феди мало времени Почему, целых четыре часа Четыре двадцать, я слежу У меня точно Мозер Что такое? Остановились Опять не завела Леночка Федю надо накормить Это раз А потом уложить спать Это два Что вы, что вы, Николай Капитонович Да, да, да Да, мы же не с пустыми руками, Леночка Еще бы Поставь А куда Куда вы девали? Вот, да Ну-ка, ну-ка Вот Леночка Мы выпьем Немного И закусим А потом спать Ему надо отдохнуть Николай Капитонович Я не хочу спать Ну мы же договорились Леночка Конечно, конечно Ой! Ой! Проходите в столовую Проходите, проходите Ну, садитесь А ведь возлагали надежды Но, как видите Из вундеркинда Получился номенклатурный главбух Но бывало Впереди отряда Звучал и мой кларнет Вы знаете В молодости Я был очень стеснительным Молчаливым И объяснялся С Еленой Семеновной Только так Коля, надоел Вот видите До чего я дошел, а? Так что, дорогой зять Мы с вами должны заключить союз Союз мужей А я уже говорила с Таней Вы должны жить у нас Обязательно Кушайте, пожалуйста На здоровье Спасибо Ой, я пойду постелю вам Спасибо Все, все, все Ну, Федя Выпьем За мужской характер За то, чтобы вы Не очень И не во всем Потакали жене Ничего Ты что, полы мыть вздумал? Машину отогреть и немного протереть ее Думасшедший Какую еще машину? Что? Что? Ну, смотри Это чей зим? Его Он же студент И шофер Таня говорила Уроки дает И уроки Когда же он учится? Непонятно Безобразие Безобразие Просто души в ней не чает Как же она разрешает? А он по секрету Видишь, она тут ни при чем Да А то, говорит, узнай И ты бросит меня Нет, не поверь Подумай, даже ты себе такого не позволяла Мама Тише Что такое? Там спят Папа? Федя Федя? О, а как он сюда попал? А мы встретились с ним на улице Случайно Ой, очень кстати Федя Тише Не кричи Папа Он устал и должен отдохнуть Успеет Федя Федя Откуда вы такие? Ну Ну проснись Ну Куда ты? Куда-то Ты знаешь, я наконец разыскала комнату Даже две На Невском и пяти углов Одна за триста, другая за четыреста Зато с телефоном Хорошо? Хорошо Возьм, конечно, пока за триста О, господи, боже мой Из-за несчастных сто рублей Будем лишать себя удобства Ну Четыреста рублей Я получаю С двух учеников Ну, возьмем третий Но я и так пропускаю лекции Уже вызывали в деканат Чего добро могут очистить Или лишить стипендий Трусишка Это ж только угрозы Ну кто тебя с твоими способностями Посьмеет очистить? А комната сам в центре Рискнем? Ты так хлопочешь, будто нам вверх жить в Ленинграде А я никуда в другой город не собираюсь Как же так? А нам летом на практику Ну, не обязательно к черту на кулички Может зацепиться и в Ленинграде Люблю тебя, Петра Творенья Люблю твой стройный, стройный вид Ну, скажем, на магнитке металлургу интереснее Чудак, ну какой из меня металлург? Представляешь, как я буду выглядеть? У Мартена или у Домной? Кто ж тебя заставил идти в этот институт? Диплом Если не догадываешься, разъяснил ты Ну так берем с телефона, да? Черт, черт знает как тут быть Все-таки лишних сто рублей Ну не огорчайся, Танеч Ну так, ну так Еще подумаем, а? Опаздывай к академику Веселову Зачем он себе? Как тебе сказать? Одним словом, чего там скрывать? Ждет ученик, его внук Ну ты видишь, еще один ученик А ты считаешь каждую копейку Ну говори, берем, да? Или нет? Ну хорошо, шестая поделка О, так бы сразу Я тебе вечером позвоню Николай Капитонович Ну? Прошу вас Не проговорите с Таней, простите Чего? Ну насчет Ну что, союз мужей Да-да, спасибо Мама Ну подкакьте На днях я от вас выберусь И выбирайся Как можно скорее Уходи Коля Молчать! Мама Таня Это впервые в жизни Мама 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 Здравствуйте Здравствуйте Вы начальник отдела кадров Ну допустим А я Соня Орлова из Ленинграда Да Скажите, Соня Орлова А что у вас в Ленинграде так принято Входить в кабинет, как в камеру хранения С вещичками, без стука Извините Пожалуйста, пожалуйста Прошу вас Да? Садитесь Ничего Так я вот Хочу поступить на завод Прекрасно Что вы умеете делать? Я у нас В Ленинграде Да Работала лаборанткой в сталилитейном цехе А что же вас заставило покинуть такой прекрасный город? Ага Что? Да тут Простите, причина личная А уволили вас со взысканием или без? Что вы Я ушла по собственному желанию Ну допускаю Характеристики привезли с собой? Конечно Простите Пожалуйста И конечно положительные О как? Ну да, иначе у меня их не показывают А место? Какое место? Единицу вы привезли с собой? Не понимаю А я вас не понимаю Все тянутся в Москву, в Ленинград А вы обратно, да еще по собственному желанию Да, хочу работать на вашем заводе А у меня все единицы на своих местах А потом вопрос отцовский Где вы жить собираетесь? Согласна на первых порах в общежитии А согласна, ну прекрасно А койка в общежитии есть у вас на первых порах? Что? А? Степа! Соня? Ой, я ж грязный Ничего Каким образом? Взяла и приехала Ничего не понимаю Знакомая? Да, вместе учились Нехорошо Что нехорошо? Сейчас же рабочий кабинет А вы здесь лирику разводите Ой, простите, Петр Петрович Просто давно не виделись Ну, идите в коридор Устраивать там вечер воспоминания Да, ну у меня дело Я очень тороплюсь Товарищ, я же не могу сразу с двумя разговаривать Хорошо, я подожду Степа, я тебя там подожду Оставь это, хватит Иди Петр Петрович Я учусь в вечернем институте Молодчина В вечернем институте Меня переводят на вечернюю смену А я при чем? А вы отдел кадров Вы есть начальник цеха Зубов отказал А догадываешься, почему? Вот я тебе скажу пообрат... Тебе сколько лет? Ну, 22 О, садись Садись, ну ничего В твои годы в жизни надо по ступенькам идти Ты хочешь, как на ковре самолете Тоже мне багдадский вор Что же муть такая? Не понимаешь? Ну вот возьмем, к примеру, весы Так? Вот здесь кто? Здесь Зубов А ты вот где И как ты только начнешь Зубов перетягивать Тебя сейчас как пушинку так Фу И полетел Степа, понял? Вот теперь понял Ну молодчина Значит, советуете лапки кверху И отказаться от той идеи, которую я тут предлагаю Нет, ты же опасный человек Если у тебя есть уши, ты прекрасно слышал, что я здесь советовал Это значит не быть слепым и смотреть вперед Хитро Ничего не скажешь А если скажешь, я человек здешний Ну я тоже не с луной свалился И пусть некоторые не думают, что у меня нервы сдадут Ну вот что, Огурцов Я Я тебе не Зубов Верно Веди себя культурно, это еще пока мой кабинет Вот именно пока Что? Порткомста Литейного Очень хорошо, что ты приехала Да? Нам сейчас лаборантки вонужны Ах, лаборантки мне Ну да Постой, ты же прямо с вокзала На кого тебе ключ? Нет, нет, не надо У меня все в порядке, я в общежитии А, а я сейчас у мастера Сергеичка Мировой старик, вместе воюю, вместе живем В общем, потом все расскажу Я тебе вечером обязательно разыщу Значит, что в женском общежитии? Ну, конечно, не в мужском Ага Что? Петрунин, я к тебе иду Вот там, говорят, вам очень лаборантки нужны Я не знаю, что там говорят Но все единицы у меня на своих местах А общежитие тоже не резиновое Я приехала сюда на работу и получу ее И койка в общежитии тоже найдется А вы мне нравитесь А вы мне нет Ага Пей, согреешься и не повредит Чистые Никогда не пробовала, боюсь Согрейтесь, ну капельку Ты, видать, не спуглю, ну, раз Вот и готова Ничего Молодец Ох Я хочу ехать, хочу ехать, а учиться Заладила Хочу медицинский, хочу быть врачом Да скоро у нас врачей будет больше, чем больных Привет! А, Петя Петрович Ну, я вам скажу, мир все-таки тесен Честное слово, честное слово, тесен Да вы знакомы? Ну, как же Подумайте, ведь как разыграла И работаю, и подаю А зачем в общежитии? У вас же такие родственники, как Зубовы? Ошиблись Ну, хорошие знакомые, неважно Опять не угадали, только сейчас встретились Эх, и привык ты к анкетам Что, да почему? Служба такая, Людмила Ивановна, сижу на кадрах А почему вы уехали из Ленинграда? Дровишек там нарубали, да? Все у тебя лесорубы, один ты сахарный свекла Лучше выпей с мороза Это можно Будь здоров Буду Да вы кушайте, кушай Спасибо Прошла А когда она у тебя не шила? Да пока не жалуюсь А вот на тебя так многие жалуются Это не товарищ Леорлова из Ленинграда Но я ведь тоже языкатый Когда мне наступит на любимую мозоль Я кому угодно ноги оттопчу Он характер, как у Степки Огурцова Ну, что ты меня пугаешь? Да боюсь, чтобы гости не обиделась А что? Разве ты с ним знакомая? Это мой друг Не будем скрывать Даже больше И что же? Ничего Водку вижу, а веселья нет Почему? Да, Огурцова тут вспомнили А с какой стати? Да подруга его приехала, гостит у тебя Ко мне его подруга? А какого же Огурцова? Ну, того самого твоего Ну, бери его себе Ищи, приплачу Нет уж, спасибо Ну как, партнер, сделаем пулечку? Да к воруму нет Давай, рисуй, сейчас подойдут Ну, познакомимся Егор Петрович Зубов, а вас? Соня Орлова Соня Орлова А при чем тут Огурцов? А это мой лучший друг Пап, Соня Ленинградка Я ее пригласила к нам Она только сегодня приехала Ну, погоди, погоди Ну и дружка же вы себе выбрали Прямо сказать, не завидую А что плохого вы о нем можете сказать? Да, просто ничего хорошего И хватит Ну и больше в моем доме Чтобы о нем ни слова Почему же? Да потому же Я Стеку знаю с детских лет Вы-то его знаете Да мы-то его знать не хотим Да, вот и все Вы, пожалуйста Если вам неприятно то, что я говорю Спасибо за гостеприимство Я уйду Соня! Ну-ка, ну-ка, назад Девушка Соня Так кажется, вас зовут? Соня Да Никуда вы не пойдете Не полите горячку Да Гурцову не стоит того Чтобы такую завируху Поморозу из-за него топать Да лучше садись Пельмени будем кушать Эй, друг Закурить не мало? Закурить не мало? Да нет, не занимаясь этим А это что, машина композитора Рощина, да? А ты откуда знаешь? Кто же его не знает? Знаменитость На банкет его приезда? Может и на банкет Только узкий На две персоны А это, как понимать Женой, что ли? Я у них в ЗАГСе Свидетелем не был Но такой бы сам женился Красивая? Первый класс Пальто зеленое Платки зеленые Шарфик и тот зеленый И сама Как молодая елочка Знай я эту елочку Татьяна Николаевна ее зовут Да? Ну, чтобы ты брат У кого-нибудь другого спросил Здорово Это чей романс? Мой Ну, не может быть Ты И романс Да, вот видишь, до чего докатился До чего дошел Почему ж ты мне не встретилась Юная Нежная В те годы Лишь сейчас. Я забыл в кругу ровесников, Сколько лет пройдено. Ты об этом мне напомнила, Юная, стройная, Об одном только думаю. Мне жаль ту весну мою, Что прошла неповторимая Без тебя. Как боится седина моя Твоего окона. Ты еще положи, кажешься, Если я около. Видно нам встреч не праздновать, У нас судьбы разные. Ты, любовь моя, последняя, Боль моя, боль моя. Извини. Почему вдруг? Вы думаете, я не поняла, о ком речь? Поняла? Да что ж там, вы же сами сказали, до чего докатились. Дурочка. Постараюсь поумнеть. Но это ведь шутка. Я всегда так рассматривала наши отношения. Ах, вот как? С вашей стороны. Ну, неужели ты ничего не поняла из этой песни, А уловила и запомнила только случайное слово, Которым я просто прикрыл свое смущение. Неловкость. Романство все-таки, сахаринное. А мне чем прикажете прикрыть смущение и неловкость Перед вашим приезжим другом? С какой это стати вы привели меня в гостиницу? Прости, не подумал. Да-да, вы всегда думаете только о себе. Таня, на нас обращают внимание. Досоримся в машине. Нет, и без этого ваш шофер слишком много знает. Поезжайте с ним, я возьму такси. Хорошо, будет такси. Таня! Вы сказали ему номер моего дома? Можно, не помню. Я не хочу здесь выходить. Проедем до угла. А теперь уезжайте. Я провожу тебя. Нет, нет, не надо. Я вам сама позвоню. Ну что, поехали? Не могу. Ищите другого. На, держи. Таня, подожди. Таня, подожди. Таня. Подожди. Кто это? Это я. Фу ты. Ну, прямо как из-под земли. Ну-ну, скорей, побежали. Нет, постой, нужно поговорить. Не взяли выбрать для этого более подходящую погоду. Ну-ну, пошли. Дом поговорим. У нас больше нет дома. Да ты что, пьяный? А ну, говори, где был? С кем гулял? Не кривляйся. Хорошо, выкладывай, только поскорее. Дождь все-таки. Нет уж, потрудись ты объяснить, что это все значит. О чем? О твоем композиторе. Ах, смешно и глупо. Рощин, Тавин знаком. И виделась я с ним всего раза полтора за все время. Нашел, кому ревновать. Пятидесятилетнему старику. Подагрику. Хорошо же ты думаешь о своей жене. Не лди, Таня. Я все знаю. Ладно. Что преступного в том, что он меня подвез? Пес-то вас я. Да ты просто заговариваешься. Как ты можешь смеяться, видев в глазах слез? Слезы? Да везде город залит такие слеза. Таня! Что? Таня. Танечка. Ну, ты еще об этом очень пожалеешь. Боже мой, как промах. Что тебя заставило идти пешком в такую стляк? Костя, выходной, как назло, ни одного такси. Да? Ничего, ничего, Маша, я сам. И ты так смущен, будто был на свидании. Ну, почему? Вот-вот, я хотела спросить, почему это ты вдруг написал романс? А что в этом предосудительного? Конечно, ничего, а выбросил в корзину. Выбросил? Так о чем за разговор? А, по-моему, напрасно выбросил. Душевная мелодия. И хоть впервые в жизни написал романс, а с большим чувством. Почему же ты мне не встретилась, Юная, нежная, В те годы мои далекие, В те годы бешеные. Пустяки. Нет, это серьезно. Зря разорван. Вещь хорошая. Мне надоели твои отметки. Хорошее, плохое, плохое, хорошее. Надоело. А кому ж, как не мне, говорить правду? Ну, а сладкую ложь, ласкающую тщеславие и самолюбие, пусть уж говорят тебе те, кому ты недорог. Ну, скажите, за что? За что он меня избил? Нет, пусть он ответит перед всеми, пусть. Да что ты все время звонишь? Да а чем вы там шепчетесь-то? Ну, ведите, наконец-то, собрание. А я не знаю, как такое собрание вести, товарищи. Случай-то, сами знаете, какое. Не каждый же день у нас бьет по морде. Прости, Таня. И кто, Федя, самый тихий человек в институте. И потом, дело какое-то непонятное. Любимая жена, да еще такое заявление на любимого мужа. Нет, я не могу такое собрание вести. Костя, ты секретарь, ты и веди. Ну, чего ты растерялся? Конечно, я знаю. Ведь заявление подано. Куда ж тут деваться? Продолжай. Ну, Федя. Мороз. Ну, что ж ты молчишь? Товарищ Морозов, Федя, мы же ничего не знаем. Просто голый факт. Ударил, ну, а почему? Федя, пойми, в таком деле все равно не отмолчишься. Ну, чего ты трусишь-то? Ну, вот что, товарищ Морозов. Собрание требует от тебя ответа. И все. Тебя слушают, Федя? Говори. Да, во всем виноват я. Один. Я. Ну, как это произошло? За что? Почему? Ну, объясни же, Федя. Объясни в конце концов. Да-да, верно. Объясни. Товарищи, 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 товарищи. Я объясню. Товарищи. Таня, подумай о себе. Не шепти. У меня товарищей секретов нет. Нет. Так вот, вдруг Морозов, видите ли, приревновал меня. Прости, Таня, прости. И к кому? И к кому бы вы думали? И богу, даже смешно. К человеку, который мне в дедушке годится. Да, еще нашел, где объясняться. На улице, под дождем. Если бы вы только видели эту мелодраму. Да-да, с таким, знаете, надрывом. Говорит, видишь, у меня даже слезы. Ну, я, естественно, все хотела перевести в шутку. Шел дождь. Я ему сказала, что это не слезы, а просто так дождевая водичка. И вдруг, ни с того, ни с сего, он стал зверски избивать меня. За что? Я вас спрашиваю, за что? Дрянь. И какая же ты все-таки дрянь. Ты тебя за такие слова мало избил. Дрянь. 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 Что с тобой? А все хорошо. А мне кажется, ты что-то раскис. Может быть, нездоров? Каждую минуту, мам, ты спрашиваешь о моем здоровье. Я решительно тебя не узнаю. А что, осунулся, похудел? Нет. Стал просто груб. Я очень жалею, что был нежным, покорным словом простоквашей. Кто тебя обидел, сынок? Смешно, обидел, сынок. Но я ведь не ребенок, мам. Слава богу, был женат. А почему был? Мам, разреши я отдохну. Успокойся. Время хорошее, врач. Помиритесь. Нет, тебе этого не понять. Попробуй, расскажи. Ведь я всегда тебя понимала с полусловом. Ты что, куришь? Меня сегодня чуть не исключили из комсомола. Это за что же? Ударил, избил. Кого? Таню? Ну, не может быть. Было. А как же ты мог? А как же ты мог дойти до такого, до такого скандала? Ну, если бы ты с ума сошел. Ну, ты же не знаешь за что. И знать не хочу. А говорила, пойму с полуслова. Ведь говорила же, пойму с полуслова. Этого понять нельзя, нельзя. Просила поделиться, душу открыть. А сама? Федя! Ой! Какое нахальство. Вот именно. Я потребую собрание жильцов. Папа. Кто там? Погоди. Кто там? Извините, это я, Федя. Самолчан, чар. Кто там? Извините, Николай. Забери собаку, Таня. Кто, кто? Федя, Николай Капитонович. А-а-а. Вы? Осмелились прийти? Простите, Николай Капитонович. А я-то старый дурак думал. Вот человек. Серьезный, молодой, новый. А вы? Вы избиваете свою жену? Понимаю, я не прав, Николай Капитонович, но... Никаких «но». Поверьте, мне стыднет, поэтому я и пришел. Да не о чем с ним разговаривать, не о чем. А ты молчи. Коля, ты почти раздет, простудишься. Ну ладно. И закрой, наконец, дверь. Ну, если вам холодно, уходите. Дайте мне поговорить с человеком. Больше всего мне неприятно перед вами, Николай Капитонович. Зайдите, Федя Крабовна. Зайдите, поговорим. Ничего, спасибо. Я почти не помню своего отца, и когда я попал в ваш дом... Да-да, я чувствую, вы действительно любите Таню. А я не хочу его видеть, не хочу. Таня. Закрой дверь, Таня. Мама? Уйди. Уходи, Таня. Здравствуйте, Марья Яковлевна. Идем, сын. Мама. Сейчас же уходи отсюда, тебя не любят. Марья Яковлевна. Еще объясняться пришел. Да, я с комсомолом согласен. Ты действительно дрянь. Коля, ты... Стыдно людям глаза смотреть. Ну вот. Заявление, анкету, рекомендации. Читали. Читали. Мнениями обменялись. Все нормально, голосую. Голосую. Поступило предложение принять Огурцова в партию. То есть, в кандидаты партии. Кто за? Раз. Раз. Два. Четыре. Кто против? Тоже. Поровну. А ты, Петрунин? Да. Я? Я пятый. Все нормально, повестка исчерпана. Что нормально? Одну минутку, товарищи. Слышь, как это понимать? Как и понимать, как полагается. Не понимаешь. Не понимаю, как не понимать полагается. Подчиняться большинству и все. Нет, не все. А что? А ты подумал, как Огурцов выйдет отсюда? Что скажет товарищам, почему не приняли? Правильно. За что? За что? Ну, что ты вскочил, как докладчик? Я считаю, что с его характером рано в партию. И все. Опять все. А я вот читал и программы, и устав партии. Конечно, не полное собрание, но и Ленина читал. Ну и что? И нигде не сказано, с каким характером надо принимать в партию. Подожди. Если о характере речь, так на мой взгляд, у Степана самый подходящий. Так вы-то понимаете, о чем я хотел сказать. О поведении. Что да, то да. Поведение у него действительно неважное. Неважное. О! Да, да. Некоторым шибко авторитетным, шибко авторитетным. Не дает спать спокойно. Что? То, то. Характер, поведение. Да вы подумайте, что наворочен, а? Тише, тише. Чего там тише? Парень прямо из школы на завод. Трех лет еще не прошло, и уже бригадир. И какой, дай бог всякому. Да вот он весь тут. У всех на виду. Даже слишком на выставку лезет. Поэтому, знаешь, есть название. Какое? Сам знаешь. Опять же, человек без выдержки и дерзкий. Это тоже факт. И чего ты всех делишь на чистых и нечистых? Ты попробуй сам. Отмойся, дочечка. Можешь подумать, Петрунин, что ты святой. Что у тебя крылья на пиджаке? Опять обсуждение. А ведь мы, кажется, голосовали. Одним словом, заседание закончено. Как хотите, а никого не выпущено. Ну ладно, Шевков. Ну, Копров, ну, Галкин, кто прав? Теперь вы сами видите, как он себя показывает. Скажет нормально. А вы хотели, чтоб я заплакал? Со слезами у вас Петрунин просил, примите меня. Право быть в партии, не выплакивают, достоин примут. Вот, наконец, сам понял. Я знаю, чего тут о моем характере заговорили. Правда тут для некоторых хуже горькой редьки. А почему же правда у нас такая уж горькая? Каждый месяц сто три процента. Да. Да, да. Сто три. И, заметьте, каждый месяц, из года в год. И вот уже подряд три года. Неправда. Чего? Было и сто двенадцать процентов. Нет, когда же? Не помню. Но в милиции можно справиться. А при чем тут в милиции? Чего? Чего? Там зарегистрировано, когда себе Егор Петрович машину купил. Зарегистрировано. Позволь, постой, ты это про что? А про то, когда тебе пообеду захотелось, цех почему-то сумел дать сто двенадцать процентов. А когда купил автомобиль, съехали обратно на сто три. Да ты... Хотя и новые печи в цехе появились. Договариваешь, шкурных зубов, да? Ну зачем? Ну бухгалтерия итальянская. Просто скажу, двойная. А? Ни сколько можем, даем. А сколько хотим, столько и даем. Да, девять процентов в своем кармане на всяке пожарной держим. Ха! Ну что ж, до слез довели человека. И кого? Нет, Егор Петрович, раз уж такой подходящий случай выпал, давайте хоть сегодня до чего-нибудь договоримся. А я уже говорил, еще раз повторю. Жалуйтесь хоть куда, хоть директору, парторга ЦК, пишите в газеты. Пока я жив, цех не дам тянуть назад. Иван Романович. Да? Да разве новая технология, которую мы предлагаем, это назад? Говори, говори. 60 лет без малого ждал такого педагога. Наконец явился. А ну-ка, позволь. Пучи. Опять же, модели, ящики, опоки и плиты устарели. Отсюда что? Перекосы в отливках и, конечно, припуски на деталях. Опять с плюсом заработал. Я серьезно. Я тоже. И когда они поступают на другие заводы, я ездил, смотрел. Там-то и начинают над ними потеть. Их забота. Тратят там, Егор Петрович, на обработку наших деталей, думаете, минуты, часы. И изобретают там разные резцы, чтоб наши грехи затачивать. При такой картине получается. Нам прямо и им. Они не в обиде, и мы тоже. Все не в убытке. Кроме государства. Знаешь, какой государственный деятель объявился. Заботится о всей стране. А то ты тебе поручил. Не твоя лишь школьная учительница. Так я уже забыл то, чему тебя учили. Не очень жаль. Сколько натянула? Тридцать восемь. Четыре. Девочки, тридцать восемь, четыре. Ой, девочки, мы, наверное, ничего не знаете. А что, что случилось? На легче кусок. Слегла, да. А я ведь утром говорила еще, зайди в лес в пункт, и говорила же. Ну ладно, говорите, что нам произошло. Да по-моему, пропадает парень, и все. Вы же знаете, девочки, как я люблю украинскую колбасу. Знаете ведь, да? Знаю. А гастроном выходной. Думаю, не ехать же в центр. Думаю. И как раз в этот рейд прохожу мимо закусочной. А, опять думаю, наплевать на все условности, зайду, докуплю. И надо же, вижу компанию знакомых ребят из Сталлифейного. И вот-вот запоют, что мелкомызь, деревья выгнулись. И вот спорим, не догадаешься, кто заводила. Надо же, а. Кто бы ни был, все равно. У него и так столько неприятностей. Партию не приняли, говорят, из цеха выгонят. А он сам себе еще хуже делает. Кто? Кто же он? О ком ты говоришь? Не обижайтесь, девочки. Это я могу сказать только Соне. Пожалуйста. Не веришь? Ну вот честный комсомольский Степа. А что я говорила? Степа. Ммм. Соня. Садись, пожалуйста. А мы тут, понимаешь... Вижу. Вот. Вот это значит Соня. Подруга. С детства мы. Степа, идем отсюда. То есть что значит идем? А мы в компании все-таки. Идем. Прошу тебя. Постой. Постой. Ну зачем так? Ты все-таки не родственница. Не жена. А я больше, чем родственница. А. И тебе здесь нечего делать. Пойдем. Ты думаешь, мы алкоголики? А мы сученики. Ну, Степка, не в духе. Выпили по маленькой. Тихо, мирно. Без всякого сего. Скажешь, нельзя? Ну, конечно. Немножку. Да бросьте вы. Как вам не стыдно? Комсомольские значки бы сняли. Смотри, как расселись. Послушайте. Вы с кем так разговариваете? Что мы, хулиганы какие-нибудь? Степка, ты молчи. Это подруга моя. Понял? И не боси на нее. Подруга, а мы кто? Да, подруга. Ты из-за какой девки ты? Девки? Какая она тебе девка? Ребят. Ребят, я же говорил, это Соня. Извини, слышишь? А я не обижаюсь. И ничего он такого не сказал, правда? Сказал. Так ведь это шутка. Извини. Шутка. А я настаиваю. А она не обижается. А ты? А я больная пришла. И у меня температура. Скажи, Галя. Скажи. 38. И 5. И может быть даже ангина. Да? Да. Пойдем. Ребят, кто за, прошу поднять. Рюмки, да. Пойдем. А? Тебе стыдно за меня, да? Глупости говоришь. Идем. Постой. Ну что? Что? Постой. Ты же больна. А я все о себе да о себе. Правда к врачу. Поздно уже, Степа. Поздно. Да я для тебя кого угодно разбужу. Не веришь? Верю, верю. Верим, верим. Меня так уже разбудил. Здрасте, Иван Романович. Здрасте. С какой же это радостным в таком веселом виде? Так я с досады, наверное. Нянча свою обила, Степа, да? И на вас, ну. И на вас. Иван Романович. И на вас. Подожди, подожди. Фу. Эдак захмелеть недолго. Первый раз в моей жизни. Скажи. Угу, Иван. Нет, что не говорите. Не ожидал я от тебя такого факта. Так может, я за... Дурак. Да? Да. Конечно, я не оправдываю, но его тоже понять надо. Шутка лишь, что произошло. Степа. Угу. Степа, повремени чуток. Квасу принесу, полегчает. Ничего, Соня. Ничего. Конечно. Нет. Да? Да. Подожди, я еще до порторга ЦК дойду, Жукова. Здравствуйте. Здравствуйте. Все как есть, я вам расскажу. Все. Давай, валяй. Че давай? Рассказывай. Ну, это кому надо, тому расскажи. Вот мне и надо. Это почему же? Да потому что я и есть Жуков. А-а-а. Степа. Ну да. Да. Да нет, ты сиди, сиди, сиди. Садитесь. Че? Смотрите, я же вас знал или не узнал. Сейчас ты родная тетка, не узнаешь. Ну, приехала. Погоди, помоги. Вот вызови надерет, она тебе ушит. Ага. Я ей, честно говоря, давно к вам собирался, товарищ Жуков. В пивной пригласить? Ну что вы. Я же первый раз в жизни такое позволю. Скажи, да. Да, да. Да, да. О, Владимир Сергеевич, рады, рады. Здравствуйте. По какому случаю? По случаю вашего предложения, вашего метода. А, очень рады. Рады. Маску выпей, стей. Да этому ребенку лучше парного молока дайте. Это уж чересчур, товарищ Жук. А что? От первого ветра да так гнешься, а? Ничего подобного, не так воспитаны. В одной школе учили, скажи. Ну, не знаю, что она скажет, а я слышал, одни говорят, бузотер огурцов, другие, наоборот, хвалят, говорят, боец, новатор, беспокойный и душа. А я скажу, никогда не думал себя таким увидеть. Так что у нас разговора пока не будет. До свидания. А, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я сейчас, Степа. Что же теперь будет, Владимир Сергеевич? А вас-то как зовут? Соня, что же будет? А ничего особенного, поспит и отрезвеет. Вот вы не поверите, а ведь это с ним впервые. Оно и видно. Но ведь такое же может со всяким случиться, правда? Правда. В жизни все бывает. И первый истопка, и первый папироса. Вот, спасибо. Значит, вы на него не обижаетесь, да? Ну, как можно? Сам грешит. А он переживает. Стой, стой, стой. Слушай, Егор Петрович, а эту книжку не написал? Ты чего спрашиваешь? Сам видишь? Зубов. Егор Петрович. Слушай, Егор Петрович, а вот эту тоже ты написал? Чего? Вот. На память моему лучшему ученику и преследователю... Последователю? Да, прости, последователю. Смотри, Степа, всегда вперед. Пусть мой опыт станет твоим. Зубов? Ну и что? Как что? Вот Степа, он внимательно прочел твою книжку, а ты... А я ее писал. Ты не можешь этого быть. Чего? Ну вот тут на 35-й странице написано, вот. Применение при формовке специальных материалов требует новой точной оснастки. И эта технология обеспечит минимальные припуски на литых деталях. Как же так? Сам это сочинил и сам против этого встаешь? Ну-ка, ну-ка, покажи. О, черт. И кто его просил? Кого? Да Синичкина. Кто это еще такой? Из редакции тогда прислали, это же он написал. А? Что, тебя передовым человеком считали? А на поверхность выходит, новатор-то не ты, а какой-то Синичкин, а? Он же писал-то с моих слов. Значит, идея-то твоя? О! Что? Наконец-то Петрунина-то понял. Ну, конечно, твоя. Вот тебе и отвечать за 90% плана не только как начальнику цеха, но и как автору той идеи, которая в борьбе с тобой и отстаивает Огурцову Сергеевичу. Любопытная ситуация, скажу. Да. Петрунин, какое дело, а? Тут можно было бы припаять и лженоватор, дутая величина, мыльный пузырь, там, и т.д., и т.п. Да, кстати, я хотел уточнить, у тебя-то техническое образование? Ничего, я тут партийным словом больше делаю, чем любой инженер. А цех растет, ему не речи, а знания нужны. Я-то тянусь, тянешься, но, к сожалению, в хвосте. Я потребую поставить этот вопрос в партийном порядке. А он уже стоит, и в партийном порядке. До свидания, Егор Савич. Счастливо. Ну, Егор Петрович, дела. Добрый вечер, Петр Петрович. Ну, для кого добрый, для кого не очень. Опять что-нибудь не так. Да нет, ничего особенного. Плохо, брат, остался ты без трех при птичке. Так что отыгрывайся, отбивайся. Ну, все хлебаешь. А у меня сегодня запросили личное дело Сергея Чука, спасибо. Чего бороть с тобой, старичок, а? Я тебе давно говорил, гони ты его из цеха вместе с Угурцовым. Говорил? Ну, ладно, будет. Ладно. Ничего, не ладно. У него же все козыри, стаж, опыт. Что? Нет, я говорю, слушок прошел по общежитию, что, мол, истяк Зубов, ну, там, зазнался. В общем, подкоп. Ну, а ты им тем же, а не слово, а ты десять. К примеру, выпил Степка разок, говори, алкоголик. Опоздал, ну, пускай даже на минуту. Пиши прогул. Живет у Сергея Чука, семейственность. Заминка с планом, кричи провал. Дело простое, я знаю. А ты-то что волновишься? Все время мне в ухо дуешь. Ну, во-первых, мы старые приятели. А во-вторых? Ну, а во-вторых, чего ж скрывать? Земля же вертится. Может, завтра и мне кисло будет, а к Зубову ее в Москве прислушиваются. Пять тысяч на заводе, и подумай, кого я в приятели выбрал. Вон! Давно пора. Мелкий, ты пакостник. В любой кутюрьме видишь свою радость. Что, пьяный, что ли? Нет, отрезвел. Партнер. Думал мою душу в проферранс выиграть. Перекос делаешь, Егор Петрович, перекос. А я еще как-никак на кадрах. И откуда ты такой взялся? В какой норе сорок лет прятался? Все плохи. Один он, видишь ли, какой хороший. Вон! Хорошо, хорошо. Вопрос остался открытым. Что, помешал? Нет, нет. Вот, вот. А зачем ты мне прислал личное дело Сергеичука? Хотел напомнить объективные данные. В партии с 20-го, три ордена, новатор. Наизусть выучил. Кадры. А в Сталитейном, говорят, заминка с планом. Иссяк Зубов, говорят, заснался. Зубов только споткнулся. А тебе уж показалось, упал. Как это понимать? Так и понимать. Моими руками хочешь расправиться со своим лучшим другом. С каким другом? С Зубовым. Ну, знаешь, здесь не мебель, чтобы такое выслушивать. Конечно, мебель украшает, радует глаз. Какая же ты мебель? Что ты этим хотел? Мама, мама! Что случилось? Что? Что такое? И Степа Огурцова помнишь? Ой, нет. Мой школьный товарищ приходил такой с Чубом. Помнишь? Нет. Ты только послушай, как его расписали. Ругают? Нет, что ты! А вот. Молодой член партии Степан Огурцов вместе с мастером Сергеичуком теоретически обосновали, ввели новый метод. Ну, тут дальше технологии, а тут послушай. Сейчас Огурцов без отрыва от производства заканчивает вечерний институт. Вот как преуспевает. Послушай, мам, слушаю, слушаю. На днях по приглашению студентов и преподавателей Ленинградского металлургического института Огурцов прочтет лекцию о новом методе. Ну и так далее. Как он был влюблен, а я дура. Красив? Парень как парень. Да ты хоть посмотри. Ну и... Да? Нет, надо ему написать письмо. Наверное, орден дадут. Могут назначить директором. Почему вдруг, да еще так поспешно, ты уезжаешь в Ленинград? Ты ж сама знаешь. Институт вызывает. Приглашение прибыло когда? А ты решил ехать тогда? Опа! Опа! Танина письмо ты прочитал кому угодно только на меня. Никому угодно. Товарищам. А? Бэ, и они тебе посоветовали даже не ехать, а лететь в Ленинград? Ну, посуди сама. Мы обеспечены, учимся, работаем. А она? Что она? Довела Федю до скандала? Ну, это еще неизвестно кто кого. Известно. Ну, ну-ну. Ну. Все, что она пишет о нем, читай о ней. Быстро ты разделала со своей подругой. А ты еще быстрее со мной. Ну, Соня, ну что ты? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Это правда, Стек? Конечно. Ты же мой лучший друг. У меня же на всем свете только тетя. Да ты? Думаешь, я не понимаю, почему ты сюда приехал? Ах, вот как. Ты решилась за тебя. Да ты же совсем та не под пару. Такой же самовлюбленный нарцисс. Ну и поезжай к ней. Вы друг друга стоите. Соня! 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 Горжусь, честное слово горжусь тобой, Степа. Прочел лекцию, ну, прямо без сучка и задоринки. А ты все такая же. Да, не печалюсь. За одного битого, говорят, двух небитых дают. А мой бывший муженек сделал это очень старательно. Ну, зачем так зло о любимом человеке? Федя любимый? Нет, не он. А кто же, если не секрет? Скоро узнаешь. Всему свое время. Да, кстати, о времени. У тебя сегодня свободный вечер? Вольная командировочная птица. Так вот, приглашаю тебя на премьеру балета. Извини, Таня, я сейчас. Федя, здорово! Вижу. Что? Что ты здоров, преуспеваешь и будь здоров. Постой. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Вечером в театре разговора у тебя будет предостаточно, как мне известно, с более интересной персоной. Федя, мы же век с тобой не виделись. Счастливый век. Федя! Федя! Я? Федя, ты смотри, кто к нам приехал. Да. Сам делай, что застыл, как статей. Видишь, кто приехал? Ну, будет дурочку разыгрывать. Я тебе все-таки не игрушка с елки. Друзья, что с вами стряслось? Действительно. Ну, друзья. Ну что, бывшие друзья. А бывшие друзья, как известно, хуже, чем чужие люди. Ядь, парень заводской. Так врежу, сразу друзей вспомню. Ну, я пойду. Как говорится, двое дерутся, третий не мешает. Ну, закурим. Давай, закурим, товарищ, по одной. Давай, закурим, курятать, княков, кашлят. Товарищ мой, нет, ты мне прямо скажи. Пожалуйста. Прямо скажи. Пожалуйста. Кто тебе сюда прислал? Твоя беда, только твоя беда. А я не несчастный и не нуждаюсь в помощи прославленного и популярнейшего счастливца. Я? Да. Правильно. Так. Значит, отворот-поворот. Хорошо, договорились. Меня довольна. Жаль. Уйти не могу. Что, совесть мучает? Нет. Просто мать оказалась умнее нас. Ну, довольна петушиться. Мы еще не поздоровались. Давай руку. Протягиваешь руку. А что? А подставляешь ножку. А-а-а. Да ты можешь объяснить, что стряслось? Говори прямо. Могу. Ну? Играешь на нашем разрыве? Давай и с ней. С вокзала ты кому поехал? Скажешь, не к ней? Она меня сама встречала. С цветами? С цветами. Ага. И ты решил, конечно, что я изверг, домашний деспот, а она невинная и оскорбленная жертва. Угу. Угу. Ну, ничего. Пусть время пройдет. Так это же не просто время идет. Это жизнь идет. И пора вам это понять. Наивно. Ты думаешь, она поймет? Вот-вот. С каких пор ты знаешь Таню? С малых лет. А что? Так вот, считай, что я совершенно не знаешь. Ну, ну, расскажи. Хочешь? Хочу. Садись. Садись. Игорь Степанович, по-моему, я видела вашу жену. Машу где? Вон там. Я так и знал, что она не усидит дома. Неужели я ошиблась? Да, она дома. К сожалению, больна. Вам должно быть очень тяжело, Игорь Степанович. Да, за 20 лет. Впервые ее нет рядом. Понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. Таня! Убедился? Таня! О, Степа! Почему же ты не пришел? Или был? Да нет. Просто решили прогуляться по ночному Ленинграду. Ясно. Ночная прогулка холостяков. О, зачем же? Я женат. Он тоже не сегодня-завтра собирается жениться. Да, на ком? Кто я? Ты и он. А, я женат на Соне. Разве я тебе не говорил? Нет, поздравляю. А он? Спасибо. А он как раз мне сейчас рассказывал о своей невесте. Опять, говорит, зверски влюблен, но боится. Чем-то напоминает тебя. Таня! Вит! А я хочу. КОНЕЦ Да, я. Здравствуйте. А где же ему быть? Конечно, вдвоём. Да-да-да, пьянствуем. Отмечаем премьеру. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Да, сегодня у нас только колбаса, картошка и сито. КОНЕЦ И давай, Маша, как бы нам хорошо ни было в жизни... Всегда отмечать наши радости только так. КОНЕЦ 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 Как ни было счастья, мама! Готового нет. Что это значит? Доченька, сядем, и я все объясню. Ну? Я слушаю. Нет, садись. И хоть раз спокойно и серьёзно поговорим. Ну? КОНЕЦ Сейчас, Таня. В твои годы, Таня, у меня было немало выгодных предложений. А остановилась я на твоем отце, маленьком конторщике с грошовым заработком. Ни положения, ни квартиры. И вот, шаг за шагом, год за годом, вместе с ним добивались мы того, чего он сейчас достиг. И радостно мне, пойми, Таня, что и я вместе с папой имею право на все. Рощин вдвое старше меня, и я просто из арифметических соображений не могу начинать с ним жизненный. Вот именно, вдвое старше. Поэтому тебе и не нужен ваш общий путь. Новая призирка. То готовое счастье тебе не устраивает, то возраст будущего мужа. Но он чуть ли не старше твоего отца. Да Федя ваш, перед ним дряхлая развалина. А Феде лучше помолчи. А еще лучше. Прекратим этот разговор. Не пора ли ужинать? Аппетит у меня волчий. Ребочку, наверное, перехватил по дороге. А ну, пап, вдохни. Ага, боишься. Папа, ставь. Неприятная новость. На службе? Нет. Это касается твоего композитора. Что такое? Читал эту статью? О чем? О балете Рощина. А что, приняли на ура? Не знаю. Я на премьере не был. Уже не провал? Я, как тебе известно, не очень одобряю ваши отношения. Но зная тебя, я хочу тебе посоветовать. Папа, это ужасно. Ну, от критики еще никто не умирал. Телефон? Может быть, это он звонит? Ну и что? То есть как? Именно сейчас? Может быть, он нуждается в поддержке? А ну его. Что? Таня! Таня! Папа! 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 Мама! Папа! Папа! Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Мама, там, там папа! Что? Что такое? Да! А, это вы, Игорь Степанович? Мне необходимо сейчас, сию же минуту тебя видеть. Где же мы можем встретиться? У меня неудобно, у вас нельзя. А на людях я не могу, не могу, не могу. Нам надо обязательно встретиться. Хорошо, хорошо. Оперного театра в скверике. Это ужасно. Что с тобой? Это ужасно. Ужасно. О чем ты? Конечно, о статье. Меня сейчас это мало заботит. Как вы не понимаете, что это позор? А что особенного? Да вы прочтите. Где же это? А, знакомое и... Вот, ранее услышанное. Это же прямой намек на плагиат. Ясно. Это доказано? Окончательно доказано? Что же вы собираетесь предпринять? Ничего. Как вы не понимаете, что это, не дай бог, может кончиться исключением из союза композиторов? Знаете, как бывает? Пришла беда, открывай врата. Смотрите, как бы еще не нашелся охотник написать фильтон. Ничего, не пропаду. Что я говорил? Он здесь, садись. Садись. Что же вы думаете делать? Дирижером устроюсь. Если не главным, то очередным. Если не в Ленинграде, то где-нибудь на периферии. А в Москве нельзя? Нет. Теперь уж только, скажем, где-нибудь там. Где-нибудь там, в Южно-Сахалинске. Еще шутить. Поедешь? Не знаю, но в данном случае это было бы похоже на акт жалости. Получится, что будто только из сострадания я связала с вами свою жизнь. Для вас это было бы унизительно. Не правда ли? Значит, пожалеть унизительно. А оставить похвально. Почему? Вот когда вас не будет здесь, и меня вдруг потянет к вам, тогда, может быть, приеду сама. Маленький ты, но страшный хищник. Боже, какая мелодрама. Ага. Кто там? Ну, кто там? Ну? Я. Степа. Ой, подожди, нельзя. Как нельзя? Сейчас. Отвернись. А я уж отвернулся. Соня, я прямо с самолета, как видишь, сразу к тебе. Ну, и что? Ну, как ну, и что? А где твои девчата? Где? На работе. Ах, да. Очень хорошо. Так вот, Соня, я был в Ленинграде. С чем тебя и поздравляю. Встретил там Таню. Счастлива за тебя. И сказал ей, что ты моя жена. А почему ты не сказал ей, что ты Лев Толстой? Да? Мне казалось, что ты любишь меня. Нет, тебе не казалось. Значит, это правда? Правда. Да. 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 Да, это правда. Я любила эту... Ой, господи. Как я тебя любила. Сколько я слез выплакала в эту подушку. А ты смотрел на меня, как на шкаф. Я и девушкой-то для тебя не была. А так, хорошим парнем, с которым можно пиво выпить. За компанию. Прости меня. Я только в разлуке почувствовал, что ты для меня значишь. Знаешь, как у Есенина? Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Ты Есенина не приплетай, не тебе чета. Он сам любил и чуял чужую любовь. А ты... Ты поверял мне свои любовные неудачи. Какое счастье, что я избавилась от своих чувств. Жаль. Да-да. И сейчас я тебя ненавижу. Степа, подожди. Ничего ты не понимаешь. Я хотела проучить тебя, но не могу. Что с тобой? Почему настроение такое? А? Устал. Да, достается тебе. Ну что не говори, рано тебя выдвинули. Степа. А? Вот нас никто не слышит. Скажи по правде. Ну какой из тебя заместитель начальника цеха? Да, до канала она все-таки, Федя. Что? Что опять? Федька тяжело заболел. Вот письмо от матери. Степа, надо что-то делать. Добрая ты моя душа. Слушай, сколько мы там собрали денег на мебель, а? Верно. Купим пока самое необходимое. Самое-самое. Остальное пишем ему. Ну что? Хороша душа. А что? Не понимаю, о чем ты сейчас думаешь? О чем? О своей мебели или... Ой, ну глупость сказала, ну прости. А он, ты думаешь, примет? Ну, конечно, откажется. Ешь. Ну так придумай тогда что-нибудь. Куда ж девалась твоя хитрость? Моя? Нет, моя. Да, Вера же едет в Ленинград. Конечно, она это сумеет. Ну еще бы. Доставай деньги. Что? Ну ничего. Ничего. Конечно. Здесь живет Федор Мороз. Тише. Здесь. Только он тяжело болен и сейчас спит. Вы мать? Да. Я Вера Зубова. Можно вас на минутку? Я слушаю вас. Я подруга Соня Орловна. А. И муж ее знаете? Степу. Конечно. Давайте-ка вместе обмозгуем, как будет нам половче сделать. И утром, и ночью поет, и хохочет. Тише. В доме больно. Мы все больные души. Вы не связываетесь. Да? А что это? Я не понимаю. Соня и Степу прислали деньги. Да? Сколько? Инна Никипровна. Зачем? Какие деньги? Вижу, характер у него ваш. А вы с Федей знакомы? Нет, меня предупредили. Мама! Мама, мама, мама. Ой, только ему ничего не говори. Что, Федя? Мама, кто там? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вера Зубова. Вы приехали из института? Нет, я приехала в институт. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, давайте познакомимся. Я подруга ваших друзей. Соня и Степы? Угу. Значит так. Правда, меня предупредили, что с вами надо хитро, с умелым подходом. Но я решила все-таки напрямик. Говорить. Вот деньги. Ну что, не инвалидом меня считают? Беспомощным, безработным? Передайте им, что я инженер. Что у меня уже диплом. Мама, покажи диплом. Есть, есть. А я верю. Не сегодня, не завтра я встану, да, мама? Обязательно. Вот, начну работать. И, пожалуйста, не они мне, а я им смогу помочь. Неправда. Почему? Человек, не способный оценить помощь других, сам никогда не поможет. Вот как? А вы оригинальная девушка. Да? А вы не очень. Но деньги перешлите обратно. Вам они переданы, вы и пересылайте. А ко всему вы еще неблагодарный человек. Я-то всю ночь не спала из-за этих денег, а он... Почему не спали? Боялась утащить. Ну и смешная же вы. Федя, Федя, что? Федя, лежи. Ой, что с ним? Тяжелые сердечные заболевания. Сколько же ему лет? А разве вам друзья ничего не говорили? Нет. Федя, черт кольнула. Ничего, ты убей. Вот так. Лежи. Успокойся. Успокойся. Ничего. Ну что ж, пульс нормальный. Держи спокойно. Я сейчас. Ну а в 10 можете? Куда же, Гуля? Извините, но мне срочно нужен телефон. Телефон коммунальный, прошу с этим считаться. Тогда в один. Федя, сердце мне важно. Вы думаете, у меня разговор не сердечный? Ну когда же? Прошу вас, на углу автомата. Вот телефон вызовите, пожалуйста, неотложка. Пожалуйста. Ну довольна, хватит. Что? Явилась с улицы, уже так командовать? Неотложка? А что она вообще здесь прописана? Канал Грибоедова, 10. Квартира 5. Нет, сердечный приступ. Скажите, какая жар птица. Хорошо. Мама! Она за лекарством пошла. Ой. Ой, доброе утро. Вы еще здесь? Доброе утро. А я ночевала здесь. Ну а разве? Прошли уже сутки. Ой. Тут такое было, неотложка, врачи. Сом, как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. С вами очень хорошо. Ой, только не надо смеяться. Я так испугалась. Ну не надо. Садитесь. Садитесь вот сюда. И расскажите о себе. И как можно подробнее. Мне здесь хорошо. Так ведь мне уже уходить пора. А вы оставайтесь у нас. Я только вчера приехала, надо же устраиваться. Так вы что, в гостинице будете жить? Ой, что вы. Первые пять лет только в общежитии. Учиться приехали. Хочу стать врачом. Ну вот и первую практику прошли. Думаете, едете в захолустье, да? Сам выпросил поближе к своим друзьям. И поближе к Егору Петровичу Зумову. Да? Он понравится вам и мама, и они... Надеюсь, вы не будете забывать. И найдете возможность почаще приезжать. А вы о маме тоже вспоминаете. И не забывайте навещать. Федя! Уезжаешь? Далеко? Смешно. Что? Да нет, я просто вспомнила, как пять лет назад с этого же перрона мы провожали Стёплу. Что же в этом смешного? Были мы тогда с тобой начинающими студентами. А теперь ты уже инженер. А я? Я никто. Ну, в этом виновата только ты. Одна. Да-да, я одна. И настолько одна, что не с кем даже посоветоваться. Но то, что я могу посоветовать, вряд ли тебе подойдет. Да? Федя, 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 подожди еще, подожди. Подожди. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что мы разные люди? Так это ведь жизнь доказала. Федь. Иду. А это кто? Знакомая. И только? Через минуту поезд. Прощай. Она? Вот она. Я не буду больше с вами разговаривать. Да, остается только писать. Ой, возьмите. До скорой встречи, Вера. Поздно, Даня. Поздно. Вот видишь, один раз в жизни я попробовала тебя послушать. Поздно, поздно. Можно подумать, что на нем свет клином сошелся. Что? Не понимаю, что он в ней нашел? Наверное, человек. А я?